всем привет продолжаем играть фоллаут но играть так то постольку поскольку в основном продолжаем раз мышлять сегодня мы продолжим разговаривать о разработке по вам вся информация практически вся с небольшими моими дополнениями взята из книги стива макконова совершенный код красная такая книга поэтому кто не купил еще покупайте и так прошлый раз мы разговаривали о метафорах а ну сегодня закончим разговор о метафорах и пойдем дальше пойдем говорить о ну короче о разработке получит это так давайте я загружу игру прошлый раз этом поубивал всяких мудаков которые которые тут сидели и теперь мне желательно наверное полазить здесь везде ах что-то тут темновато вот и вижу то ли комнатка какая-то так ладно сейчас я тут положу по ящикам может что-то найду ничего не нашел а это челк просто комнатка так так ладно чем меня там перезарядить ой перезарядиться где тут правой кнопкой наверное перезарядка сейчас от пип бой открою гляну чем не по квестам спасти посвященного да это же вроде он здесь и должен был быть только где он где-то посвященный так фиг его знает нету ладно пойду сейчас еще полазим шерифа то убили убили и кто станет вместо него интересно так ладно по три а тут закрыта так ладно продолжать на разговаривать разговоры люди эффективно разрабатывающие высококачественное программное обеспечение на многие годы посвятили сбору методов хитрости и магических заклинаний тут я могу от себя добавить что до магические заклинания есть некоторых особо таких прошаренных высокопрофессиональных программистов есть даже в наличии бубен вот и по бубену можно определить насколько он высококлассный специалист ну там на самом деле либо он очень высококлассный и это видно потому что бубен уже старые несколько нескольких местах так сейчас погодьте нескольких местах под подлатаны вот это видно что он программист решал очень тяжелой задачей либо же бубен точно также подладаны нескольких местах старый и и может быть этот бубен нужен для того чтобы программист даже написал hello world получает кучу ошибок и использует бубен ну это шутка юмора такая так ладно сейчас сейчас о о 4 единицы кармы я получил и опыта попробую с этим потрендить спасибо за помощь пожалуйста сейчас бегаю книжек прикуплю подучу и дальше тут побегаю поищу так и магических заклинаний дан эти методы не правило а аналитические инструменты хороший рабочий знает предназначение каждого инструмента и умеет эффективно на его использовать программисты не исключение хочу что за уг и чё налезался такое ощущение что да так мне надо мне надо вот эта книжка так чем больше вы узнаете о программировании тем больше аналитических инструментов и знаний об их своевременном и правильном использовании накапливается вашем интеллектуальном инструментарии консультанты по вопросам разработки программного обеспечения иногда советуют программистам придерживаться одних методов разработки программного обеспечения в ущерб других негодяи такие ну консультанты это печально потому что если вы станете использовать только одну методологию вы увидите весь мир в терминах этой методологии в некоторых случаях это делает недоступными для вас другие методы лучше подходящие для решения текущей проблемы метафора инструментария поможет вам держать все методы способы и хитрости в пределах досягаемости и применять их в уместных обстоятельствах так надо когда тут дебет с кредитом свести чтобы 3191 у меня 155 ты чё получается 46 крышек еще ну давайте сейчас 46 готов не чудо я натупил не 46 а 36 ты что-то с мышкой вроде так 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 чтобы еще продать кастет так сколько вот это книженцы оставить 333 кастет чё тут у меня еще есть этот пистолетом мне не надо так если все куплю 1333 это получается 273 мне еще надо доложить ладно давайте я доложу а это все остальное кому-то другому продам 273 готова готова а вот так вот так и вроде вот и бабы бы они есть еще книжка блин учебник первой помощи надо нам не надо ук 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 я походу у вашены или укуренный еще со мной вроде ничего не облучение ничего нету карма общая репутация 27 великий герой круто и так дальше комбинирование метафор что это такое так сейчас я сравню это кувалду и это кувалду значит но можно продать сейчас я книжечки почитаю так сейчас характеристики наука 63 да а это электроника по моему 1 2 наука 72 нормально сейчас я книжками это все прокачаю вот так так сохранюсь и так комбинирование метафор что это такое метафор имеет евристическую они алгоритме метрическую природу поэтому они не исключают друг друга а вы можете использовать метафору и метафору а коррекции и метафору конструирования если хотите можете представлять разработку по он как написание письма комбинируя эту метафору с вождением автомобиля охотой на оборотней или образом динозавра увязшего в смоляной лужи используйте любые метафоры или их комбинации которые стимулируют ваше мышление или помогают общаться с другими членами команды использование метафор дело тонкое чтобы метафора привела вас к ценным евристическим догадкам вы должны и и расширить вы должны и расширить чересчур или в неверном направлении но если расширить чересчур или в неверном направлении она может вести в заблуждение как и любой мощный инструмент метафоры можно использовать неверным образом однако благодаря своей мощи они могут стать ценным компонентом вашего интеллектуального инструментария так я тут подпочитал всяких книжек наука 74 перо первопомощь 87 круто 124 холодная ружья до кувалда можно валить нормально натуралист 59 это способность замещать необычные вещи во время странствий и знания растений и животных нафиг она надо так сейчас я так так чё это где-то я это вход да ну-ка я сейчас выйду и опять зайду так продолжим да и давайте выделим основные ключевые моменты по метафорам ну первое первый ключевой момент а метафоры являются по природе эвристическими они алгоритм метрическими поэтому зачастую они немного небрежные ох ты блин я забыл что здесь у нас небрежные метафоры помогают понять процесс разработки программного обеспечения составляя его с другими более знакомыми процессом некоторые метафоры лучше чем другие сравнение конструирования программного обеспечения с возведением здания указывает на необходимость тщательной подготовки к проекту и проясняет различия между крупными и небольшими проектами аналогия между методами разработки программного обеспечения между методами программного обеспечения и и инструментами в интеллектуальном инструментарии программиста наводит на мысль что в распоряжении программистов имеется множество разных инструментов и что ни один инструмент не является универсальным выбор правильного инструмента одно из условий эффективного программирования ну и последний ключевый момент это метафоры не исключают друг друга используйте комбинацию метафор наиболее эффективную в вашем случае и так по метафорам все и сейчас поговорим о предварительных условиях популярная у плотников поговорка семь раз отмеряй один раз отрежь очень актуально на этапе конструирования программного обеспечения затраты на который на этапе конструирования программного обеспечения либо программы и затраты на которые иногда составляют аж 65 процентов от общего бюджета проекта получается что это все враги или как а вот это он ударил д убили меня в неудачных программных проектах а конструирование иногда приходится выполнить дважды трижды и даже больше как и в любой другой отрасли повторение самый дорого стоящий до города дорого стоящей части а программного проекта ни к чему хорошему привести не может так давайте ка я здесь найду какие-то двери и убегу туда если я добегу конечно же надо бегу я до добежал стану в дверях и буду валить их как и прежде сколько у меня ну подлечим ся так нажмем пробел вот мудила ну давай на тебе тяжело ранен промазал попал и так важность предварительных условий да общей чертой всех программистов а создающих вы как высококачественное программное обеспечение является использование высококачественных методов ставящие ударение на качестве программного обеспечения в самом начале середине и конце проекта из и середине проекта до и конце если вы подчеркиваете качество в конце проекта это приходится на этап тестирование системы именно о тестировании думают многие люди представляя процесс гарантии качество программного обеспечения а тут можно сохраняться кстати это видимо в тех каких-то особых ёпки палки что я сделал я загрузил игру они ладно надо быть повнимательней вот и все о класс они они задели вот этих вот охранников и теперь замес пошел смотрите какое и теперь пошла охранники довольно таки серьезные ребятки круто хорошо что я провтыкал и нажал загрузить получается мне эти товарищи помогли спасибо ребятки неужели мне с вами придется драться но ведь я ничего плохого не сделал вроде да давайте сохраним 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 так как бы от ист именно о тестировании думают люди данная которые представляют процесс гарантии качества программного обеспечения но тестирование это только один из компонентов стратегии гарантии качества так сейчас мы это все только один из компонентов до гарантии качества и не самый важный тестирование не мне позволяет обнаружить такие ошибки как создание не того приложения или создание нужного приложения не тем образом эти ошибки должны быть определены и устранены раньше до начала конструирования но и кстати тестированием и тестирование нам не поможет выявить те как бы ошибки или неправильности работы о которых мы не знаю мы обычно тестируем на те неправильности так сказать на которых мы знаем ли либо подозреваем вот 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 так вот также также так ждем дальше если вы уделяете повышенное внимание качеству в середине работы над проектом вы подчеркиваете методы конструирования которым ну а которых мы в основном и будем говорить если вы подчеркиваете качество проекта в начале проекта вы качественно выполняете планирование определение требований и проектирование и проектируем и проектируем так это кто такой по торгуем если вы спроектировали автомобиль некий какой-то там автомобиль то сколько бы вы его не тестировали он никогда не превратится в другой автомобиль но в данном случае здесь был пример если вы спроектировали понтиак ацтек то сколько не тестируй rolls-royce из него не получится так сколько мне пятьсот девяносто генда пятьсот девяносто один вы можете сам создать самый лучший этот понтиак ацтек но если вам нужен rolls-royce то его нужно планировать с самого начала так наверное патрончиков прикуплю при разработке программного обеспечения такому планированию соответствует определение проблемы и определение и проектирование решения ого 1600 но и патрончики не дешевые я могу сказать 1700 чем не тут не надо кувалдам ни одна точно не надо эй эй а как ты чё ты не ложишься патроны эти тоже не надо 2200 а дробовик же мне тоже у меня аж один есть дробовик зачем мне второй о 5048 ух ты снайперская винтовка может винтовочку прикупить 4 400 так что-то что-то крышки есть и крышки 300 значит вот это наверно заберем 4 648 да надо докинуть так а сколько мне надо это 4 648 получать 96 или чё что я не понял блин опять втыканул 4 еще надо убрать да вот так вот конструктор так давайте продолжаем это я тут отвлекся так сейчас я гляну что у нас тут еще по весу 112 до надо было бы кувалду еще кому-то напарить так сохраню к я вот так так итак продолжаем конструирование это средний этап работы поэтому ко времени начала конструирования успех проекта уже частично предопределён хочу купить товара о о о о о сколько одна штука стоит стоит о рад x вот этого мне тоже надо пять штук возьмем это чё не то не надо антиради на парочку ладно сейчас это все выкину и буду докидывать и все же во время конструирования вы хотя бы должны быть состоянии определить насколько благополучно ваша ситуация и вернуться назад если на горизонте показались черные тучи неудачи так вот это я попробую к продать она мне не надо вроде бы все дороговато конечно же блин крышки трачу о о 19 это сколько надо 80 мне 77 или чё или опять на 10 ошибся не нормально так актуальны ли предварительные условия для современных программных проектов порой говорят что предварительные действия такие как разработка архитектуры проектирование и планирование проекта в современных условиях бесполезны такие заявления не подтверждаются не прошлыми не современными исследованиями оппоненты предварительных условий обычно приводят примеры неудачного выполнения предварительных условий делают вывод что такая работа не эффективна тем не менее подготовку к конструированию можно выполнить успешно и данные накопленные с 1970-х годов свидетельствуют что свидетельствует о том что в таких случаях работа над проектом оказывается эффективней так тут вроде она нет вот тут кто-то стоит отстань от меня тут закрыто так попробую я сохраниться и и открыть общая цель подготовки снижение риска адекватное снижение риска адекватное планирование позволяет исключить главные аспекты главные аспекты риска на самых ранних стадиях работы чтобы основную часть проекта можно было выполнить максимально эффективно так где моя мышка что-то с мышкой сегодня не удается вскрыть о открыл какой-то мужик запертый о это тот чувак из братства но как но понимаешь вообще то вот она из белых братства так говорим дальше безусловно главные факторы риска в создании программного обеспечения это неудачная выработка требований и плохое планирование проекта поэтому подготовка направлена в первую очередь на оптимизацию этих этапов так как подготовка к конструированию не является точной наукой специфический подход к снижению риска будет в значительной степени определяться особенностями проекта и так какие причины неполной подготовки или в общем сейчас обсудим причины неполной подготовки вот так лучше так в братство иди возможно вам кажется что все профессионалы знают о важности подготовки и всегда до начала конструирования проверяют выполнение предварительных условий но к сожалению это не так зачастую причина неполной подготовки к конструированию программного обеспечения объясняется тем что отвечающие за нее разработчики не имеют нужного опыта для планирования проекта создание адекватной бизнес модели разработки полных и точных требований и высококачественной архитектуры нужно обладать далеко не тривиальными навыками однако большинство разработчиков этому не обучены если разработчики не знают как выполнять предварительную работу то рекомендация выполнять больше такой работы не имеет смысла если работа изначально выполняется качественно ее выполнение в больших объемах не принесет никакой пользы объяснение выполнения этих действий не является предметом обсуждения предметом нашего обсуждения так идем дальше что у нас там дальше некоторые программисты умеют готовиться к конструированию но пренебрегают подготовкой потому что не могут устоять перед искушением пораньше приступить к кодированию кстати да это 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 есть такая проблема такой думаешь так надо все спроектировать да ладно сейчас походу все налеплю ну и лепишь лепишь и получаешь ну так я освободил слышишь а он говорит этот спрячь оружие да 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 сейчас спрячу не не нервничай не нервничай дружище так о силовая броня супер кувалда блин ну гранатомет мне не надо лазера от супер кувалда или наверное броню потому что потому что давайте силовую броню иди возьми у майка ну давай майк у меня кое-что есть так получается он не дал броню эту силовую получается если поторговать если могу могу так а у него что-то нифига нету мне надо сейчас найти кого-то с кем можно поторговать так ладно сохранюсь кая сохранить сохранить так 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 ну что ж идем наверное дальше так нужно уделять внимание проблемам с которыми вы сталкиваетесь поработав над несколькими крупными программами вы прекрасно поймете пользу заблаговременного планирования ну и нужно положиться на свой опыт давайте ка я надену эту броню и чо и чо класс брони 33 а у этой 28 не ну вроде то ничего так добавила но блин веса у нее и сейчас надо куда-то это все пойти продать кому-то ооо круто смотрите как я выгляжу наверно сбегая в хаб и и и я же в хабе вроде бы торговал там в хабе вроде бы или не в хабе потом придем тут еще какие-то квесты намутим но мне надо сейчас поторговать хаб хаб ну ладно так еще одна какая есть еще одна причина пренебрежения подготовкой к конструированию какая есть а вот такая состоит эта причина состоит в том что менеджеры прохладно относятся к программистам которые тратят на это время это да это есть такая проблема когда менеджеры на самом деле могут не вникать то что ты говоришь то что говорят программисты иногда программист говорит что это невозможно сделать нормально или это невозможно сделать быстро но менеджеру виднее менеджер говорит так нам надо чтобы это все еще летало ну и добавляются костыли 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 а потом люди смотрят другие этот код и думать что же за идиот писал этот код на самом деле это не идиот программиста хотел по-хорошему написать но из-за менеджеров получается очень плох плохой код он и некачественный и куча костылей и всего 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 так что да это есть менеджеры тоже вносят свою лепту в этот весь процесс так сейчас это все продам 1175 так и вот что стима коннелд пишет несколько лет назад я работал над проектом минобороны и как то на этапе выработки требований требований нас посетил курор куратор проект генерал мы сказали ему что работаем над требованиями большей частью общаемся с клиентами определяем их потребности и разрабатываем проект приложения однако он настаивал на том чтобы увидеть код мы сказали что у нас нет кода и тогда он отправился в рабочий отправился в рабочий отдел намереваясь хоть кого-нибудь из ста человек поймать за программирование огорченный тем что почти все из них находились не за своими компьютерами этот крупный человек наконец указал на инженера рядом со мной и проревел а он что делает он ведь пишет код а вообще-то это инженер этот инженер работал над утилитой форматирования документов но генерал хотел увидеть код нашел что-то похожее на него и хотел чтобы хоть кто-то писал код так что мы ему так что мы сказали ему что он прав что это код ну короче ему показали не код но так как это генерал то ему показали что-то похожее на код и он согласился и вроде как был доволен этот известен называется как синдром w и с с и или w и mp why is not sam coding элифин почему сам не пишет код или почему мэри не программирует на это у них там видимо такие аббревиатуры так вот что же хочет стив сказать этим если менеджер проекта претендует на роль бригадного генерала и приказывает вам немедленно начать программирование а вы можете с легкостью ответить есть сэр и в прям какое вам дело но это плохой ответ и у вас есть несколько лучших вариантов во первых вы можете решительно отвергнуть неэффективную методику работы если у вас а нормальное отношение с начальником и все в порядке с банковским счетом это может сработать так сейчас я на ночь у меня мне бы попродавать это все сейчас вот здесь в лавку оружейную сбег где мышка во вторых вы можете притвориться что работаете над кодом разложите на столе листинги старой программы и продолжайте работать над требованиями и архитектуры как будто бы ни в чем не бывало так вы выполните проект быстрее и качественнее порой этот подход находит не этичным но начальник то останется довольны не это самое главное в третьих вы можете посвятить руководителя в нюансы технических проектов это хороший подход потому что он увеличивает число грамотных руководителей в мире ну и наконец вы можете найти другую работу вот так вот независимо от экономических подъемов и и спадов хороших программистов везде не хватает а жизнь слишком коротко чтобы тратить ее на работу в отсталом учреждении при наличии множество лучших вариантов совершенно верно и поддерживаю ого 5 600 не поскольку что до силовая броня стоит так 835 835 предложить так можем не уж у нее еще что то есть оружие кувалда броня то не блин может я сейчас бегаю все-таки к тем наркоманам вот эта броня не дешево стоит и накуплю себе а хотя зачем она мне надо впарить эту броню кому-то у кого есть достаточно баблишко а у кого есть может быть вот здесь есть так идем дальше ой блин это сейчас опять наверно начнет стрелять шмалять давайте я сохранюсь этот неадекват жалко шерифа нету я бы на него пожаловался ну я же говорил блин а если его сейчас расстреляю на тебя не да а сейчас эти прибегут точно надо было здесь стать вот так вот очередью щас лупанем нормально нормально итак идем дальше да идем дальше по книге так сейчас я перезаряжу оружие так и что у нас там дальше у нас там дальше голова такая самый веский аргумент пользу выполнения предварительных условий перед началом конструирования допустим вы уже забрались на гору определения проблемы прошли мило по пути выработки выработки требований сбросили грязную одежду у фонтана архитектуры и искупались в чистых водах подготовленности следовательно вы знаете что перед реализацией системы нужно понимать что и как она будет делать ого так нельзя что и как она будет делать один из аспектов профессии разработчика посвящение профана в особенности процесса разработки программного обеспечения и вот как бы мы и ты куда стоя вроде бы все ешь да и вот следующих как бы разделах главах мы об этом всем поговорим так обращение к логике ну так маленький разделчик называется что это подготовка к проекту одно из главных условий эффективного программирования и это логично объем планирования зависит от масштаба проекта с управленческой точки зрения планирование подразумевает определение сроков числа людей и компьютеров необходимых для выполнения работ с технической же планирование подразумевает получение представления о создаваемой системе позволяющего не истратить деньги на создание неверной системы иногда пользователи не четко знают что желают получить и для определения их требований может понадобиться больше усилий чем хотелось бы как то как бы то ни было это дешевле чем создать не то что нужно или похерить результат и начать все заново логично согласен поддерживаю так то как как бы мне вот это открыть а я вижу что она заперта до начала создания системы не менее важно подумать и о том как вы собираетесь ее создавать никому не хочется тратить деньги на бесплодные блуждания по лабиринту блин а ключа то у этого у этого неадеквата и не было да а ну ка я еще раз попробую что то я здоровье теряю я что ранен или что что происходит ребятки так раз два характеристики здоровье так вроде ж не ранен вроде все тут карма 28 великий герой ого крыс убил 1 скорпионов гули 4 гули только две женщины убил ну извините они нарывались они сами лезли так 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 ладно буду ломать пока не сломать так создание программной системы похоже на любой другой проект требующий людских и финансовых ресурсов возведение дома начинается не с забивания гвоздей а с создания анализа и утверждения чертежей при разработке программного обеспечения наличие технического плана означает не меньше никто не наряжает новогоднюю елку не установив ее никто не разводит огонь не открыв дымоход никто не отправляется в долгий путь с пустым бензобаком никто не принимает душ в одежде ну конечно же кроме всяких неадекватов и не надевает носки после обуви ну и так дальше и тому подобное программисты последнее звено пищевой цепи разработки программного обеспечения архитекторы поглощают требования проектировщики поставляют архитектуру а программисты проект приложения замок заела походу я вот этими своими попытками да загружусь может получиться так 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 сравните пищевую цепь разработки программного обеспечения с реальной пищевой цепью в экологически чистой среде водные жучки служат пищей рыбам которыми в свою очередь питаются чайки это здоровая пищевая цепь если на каждом этапе разработки программного обеспечения у вас будет здоровая пища результатом ее станет здоровый код написанный довольным программистом так а чё я здоровье теряю я чё-то не врубаюсь вроде же я смотрел ранений нет ой микрофон упал извините и так если же среди среда загрязнена жучки плавают в ядерных отходах рыба плещется в нефтяных пятнах чайкам не повезло больше всего находясь в конце пищевой цепи они травятся и нефтью и ядерными отходами если ваши требования неудачны они отравляют архитектуру которая в свою очередь травит процесс конструирования и результат это раздражительные программисты и полная изъяна в ПО ну да когда костыль на костыле это не может не раздражать походу я ничего тут ловить мне тут нечего чё это такое это инструменты может инструментами попробовать поломать а это чё блин отмычки ребятки у меня же тут отмычки а я тут не удается а ты попробуй не удается а ты попробуй а ты попробуй ай ладно а при планировании конструирование высокой степени итеративного проекта вы до начала конструирования должны определить важнейшие требования и архитектурные элементы влияющие на каждый конструируемый фрагмент программы строителям собирающимся строить поселок не нужна полная информация о каждом доме до начала возведения первого дома однако они должны исследовать место составить план канализации и электрических линий и так далее но если строители плохо подготовят подготовятся канализационные трубы возможно придется проводить в уже построенный дом да это кстати у нас иногда бывает положат асфальт а потом вспоминают ага мы забыли поменять трубы все ломают меняют трубы но ну вот и все а на асфальт заново переложить денег нету времени ушло много короче да это есть так так исследования последних двадцати пяти лет убедительно доказали выгоду правильного выполнения проекта с первого раза и дороговизну внесения изменений которых можно было бы избежать ученые из компании hewlett packet ibm hagers aircraft trw и других организаций обнаружили что исправление ошибки к началу конструирования обходится в десять тире ооо открыл дверь быстро сохраняясь обходится в десять тире сто раз задумайтесь дешевле чем ее устранение в конце работы над проектом во время тестирования или после его выпуска ну тут помимо ну стоимость же включает это и время работы программистов и и т.д. и т.п. даже не то что время это затягивается время разработки ну короче да чем дальше идет проект и чем больше там вот этих ошибок я могу сказать да тем оно дороже иногда менеджеры просто уже говорят да ладно и так пойдет а чё нам ну действительно зачем это все фиксить править если можно накатить ух ты часы если можно накатить эти все требования ну типа надо было там 16 ну пусть ладно блин 128 гигабайт оперативки для чего-то а потом такие ну короче у нас супер крутая программа теперь надо 16 гигабайт 8 ядер и 512 терабайт SSD ну я прикалываюсь конечно но 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 и так общий принцип прост исправлять ошибки как можно раньше чем дольше дефект сохраняется в пищевой цепи разработки программного обеспечения тем больше вреда он приносит на следующих этапах так как раньше всего вырабатывается требование ошибки допущенные на этом этапе присутствуют системе дольше и обходятся дороже кроме того дефекты внесенные в систему раньше оказывают более широкое влияние чем дефекты внесенные позже это также повышает цену более ранних дефектов вот так вот вот так вот так и тут у него такая табличка есть средняя стоимость исправления дефектов зависимости от времени их внесения и обнаружения так и вот тут а стоимость да а если эту ошибку на выработке требований там внесли то если своевременно исправить то это стоимость 1 да ну как бы такая же стоимость если так если обнаружили эту ошибку проектирование архитектуры то циферка 3 стоит так сейчас что-то я не понял сейчас секундочку я разберусь в этой табличке а все то есть если ошибка была уместена при выработке требований то если сразу же исправить то 1 к 1 стоимость если же исправлять при проектировании архитектуры то стоимость 3 если же при конструировании то стоимость 5-10 если на этапе тестирования то это стоимость 10 ну и после выпуска программного обеспечения стоимость 10-100 ну то есть это в 10-100 раз дольше если же ошибка была внесена при проектировании архитектуры то при проектировании архитектуры понятное дело стоимость ее 1 при конструировании стоимость ее исправления стоимость 10-10 ну то есть 10 раз больше при тестировании системы примерно в 15 ну и после выпуска программного обеспечения примерно 25-100 раз если же ошибка была внесена дефект при конструировании то при конструировании понятное дело стоимость 1 при тестировании системы стоимость 10 и после выпуска программного обеспечения стоимость 10-25 то есть как мы видим чем позже появляется ошибка но вносится ошибка тем ее как бы дешевле исправлять вот соответственно нужно очень внимательно подходить к этап ко всем этапам разработки по самое главное то есть можно 3 пункта выделить выработка требований проектирование архитектуры и конструирование так 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 что тут дальше итак идем дальше если вам кажется что ваш руководитель понимает важность выполнения предварительных условий до начала проектирования до точнее до начала конструирования попросите его пройти следующий тест чтобы убедиться в этом итак какие из этих утверждений являются самоисполняющимися пророчествами это вопрос и вот три варианта ответа предлагаю приступить к кодированию прямо сейчас потому что нам предстоит потратить много времени на отладку второй вариант мы не выделили много времени на тестирование поскольку не ожидаем обнаружить много дефектов и третий вариант мы изучили требования и проект приложения так хорошо что я не представляю какие крупные проблемы могут у нас возникнуть во время кодирования или отладки так вот ваш руководитель должен указать какие из этих утверждений являются самоисполняющимися пророчествами на самом деле все эти высказывания самоисполняющиеся пророчества и стремитесь к тому чтобы исполнилось последнее если вы еще не уверены что предварительные условия актуальны для вашего проекта то то слушайте дальше и в этой книге стим макконнелл это все будет обсуждать вот и на сегодня на сегодня по поводу обсуждений все то есть следующей части игры и видео ну продолжим да говорить о о разработке по и и все такое короче так и сейчас я напоследок напоследок попродаю все это мне вот это все мне не нужно и это мне не нужно а вот это мне все нужно чё прикупить радиксон то наверное прикуплю все денег в принципе у меня хватает ментантов прикуплю 10000 10000 да ты что а как ох ты блин 8000 ладно ладно аптечки нафиг они мне они мне не нужны они только место занимают и вес соответственно плоскогубцы что-то мне наверное вот это вот это я поубираю так 9979 наверно еще один уберу 764 и еще один она поторгуют или нет жлобяра не хватает всего лишь сколько 29 20 33 крышки мог бы сделать скидку так готово вот так вот ну чё предложить есть гранатки можно было бы впарить на почем гранатки а гранатка 300 а это по чем а это 384 ладно давайте 2 возьмем остальное с деньжи деньжатами закинуть 169 да вот так вот 169 нормалёк и чё у меня по весу максимальному 170 ну маловато да блин а чё это за часы кстати очень старые дыры на самом деле не ходят походу это где-то в каком-то квесте наверно пригодится похода что это такое таблетки блин нахер я их купил ладно сохраняю ну и ребятки на сегодня все поэтому всем спасибо за внимание подписываемся комментируем покупаем книгу Стива МакКоннела чтобы не слушать все то что я говорю и зачитываю возможно это нудновато ну и всего такое всем пока пока